Три года назад от меня уже выходила жена. Благодаря вашим лекциям я вернул ее назад. Молодец. Ну, стоишь. Ну, прошло три года, она уже основана. Ну, опять надо вернуться, значит. А есть ли в этом смысл? Конечно. В том, что она не хочет ни лекции ваши слушать, ни вынимать. Есть смысл, есть. Это же ваша судьба, это не жена, а судьба так действует. Но у нее вопрос только один, материальный. Ну, она такая вот глупая пока, неразвитая. Но это же ваша судьба. Она вот такая вот, у нее в вашей судьбе такой материальный вопрос. Потому что вы таким были в прошлых жизнях. Я согласен с этим. Ну. То есть вы хотите отречься от мира и пойти в монахи? Ну, посещаю эти мысли. Нормальный вариант. Идете в монахи, живете в монастыре, все. Без проблем. Супер вариант, отлично. Или второй вариант, возвращать жену. А если вы хотите третий вариант, то третьего нет. Третьего нет. Потому что другая тетка будет такой же. Это же ваша судьба. Я не хочу. Все будет третья. Уже не третью, но не важно. Вы уже поняли, все одно и то же. Возвращайте. Она вернется опять. Я даже могу сказать, через сколько. А если я уже буду монахом? Когда пускай возвращается к кому-то другому. Если вы стали монахом, вы все экзамены сдали перед Богом. Спасибо. Спасибо вам. Это опция и есть у каждого человека. Человек может отречься от мира просто и все. Я думаю, что завтра тысячу человек не отрекутся от мира после мэлис. Это будет как бы прогресс большой для меня и для многих других людей. Но иногда бывает такая ситуация, что человек просто выбирает путь отречения. Тем более, что Бог уже помог. Жена убежала сама. И он ее уже возвращал до этого. Он думает, ну что париться со своей судьбой? Пойду молиться просто и все. Такая опция есть. Такой вариант есть у человека всегда. Или вернуть назад опять. Третий раз она от вас уходить уже не будет. Не, не будет точно. Она отрезвеет после второго. Ну или монахи одну из двух. Такое бывает, да. Ну ладно, мои хорошие. Давайте двигаться дальше. Итак, наша тема. Как и почему нужно избегать развода? Первое, что нужно понять. Развод усугубляет судьбу человека. Как это происходит чисто технически. Так как я чувствую судьбу, чувствую сердца людей. У меня был определенный анализ. И я пришел к определенному выводу. Если женщина бросает мужчину, женщина является вообще женской энергией, любви является основой семьи. На самом деле семья создается через женское сердце. Из женского сердца исходит такой определенный вид тепла, который привлекает очень мужчину и стабилизирует в нем желание, ответственность брать за женщину. Потому что от женщины исходят два типа красоты. Один красоты, внешний тип, он привлекает, половое желание у мужчины вызывает. Половое желание ответственностью не является. Это просто желат не эксплуатирует женское тело. Второй тип красоты, который исходит от женщины, вызывает у мужчины ответственность и желание создать семью. Совесть перед женой возникает. Этот тип тепла связан очень сильно с Богом. Женщина сама не контролирует этот второй поток энергии. Если говорить о первом красоту, она может как-то это контролировать через усилители внешние всякие, мази, краски, одежды и так далее. То вот это тепло через сердце женщина не может искусственно в себе раз и вызвало. Этого невозможно. И теперь смотрите, женщина бросает мужа. У нее вот здесь это тепло сразу и холод. А внешняя красота остается. И что происходит? Мужик привязывается, начинает наслаждаться, с ней быть. Ответственности не возникает. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. А ходит в праздной суете, непостоянной нити. Видите, песня какая глупая. Там не говорится, я не могу мужа вернуть, а говорится о друге. Когда человек о друге говорит, уже значит, уже мышление неправильное. То есть уже что-то не то в голове, понимаете? Вот. Ну то есть эти все вещи происходят только потому, что она бросила кого-то. И что делать? Нужно раскаяние. Когда человек сильно раскаивается и понимает, что больше бросать никого не буду, принимаю судьбу, какой мужик достался, такой достался. Все поняла, тогда следующий вариант. Теперь, почему Бог не может дать, пока я не раскаялась? Сколько мне раскаялась? Два-три года, обычно несколько лет проходит. Бог не дает следующий вариант, потому что ему жалко мужика. Ну одного покалечило уже как бы, бросило. Он страдает. Ну зачем второго давать? У него мужиков вот раз-два и обчелся, особенно хороших. Ну дурака, если хочешь, бери, нет проблем. Ну как бы, ну нормального не могу дать, потому что жалко. Раскайся сначала, как бы пойми, в чем проблема. Сердце очисть свое, тепло через свое сердце пойдет. Когда почувствуешь сердце свое теплое, что готово к личной жизни, ты это женщина чувствует, кстати, когда пошло. У нее спокойно на душе становится, хорошо. Она чувствует, что раскаялась, все правильно сделала. Тогда Бог дает следующий вариант. Он не жмот, как бы, ему не жалко, но просто вот... Для него мужики такие же дорогие, как и женщины. Понимаете, разницы нет. Вот теперь мужчина бросил жену. Понимаете, у мужчины немножко по-другому. Если женщина является основой семьи, из ее сердца идет тепло, вот это создающий очаг. И она, это же сердце женщины, всегда очаг и поддерживает. Если женщина всегда верна мужу, заботится правильно, это тепло все время продолжается из ее сердца. И поэтому мужчина находится рядом. Главный критерий для женщины, это она не думает. Я бы могла найти себе и получше. Когда она так думать начинает, тепло заканчивается, из сердца идти, и мужик уже все, отвязывается и пошел искать. Теперь мужчина бросил. Когда мужчина бросает жену, то интересный такой феномен. У него наоборот, из сердца начинает идти сильный жар. Ну то есть он жену бросил. Кстати, когда человек бросает, он не чувствует себя плохо от этого, чтобы вы знали. Вот человек бросил кого-то, а он не чувствует себя плохо. Ни женщина, ни мужчина. Чувствует себя отлично. Отлично себя чувствует. Плохо себя вообще не чувствует. Понимаете, причем, допустим, человек бросает жену, если он куда-то уходит, кому-то. Еще один интересный феномен. Он также теряет интерес к своим детям. Представляете? Вот человек влюбился в другую женщину, ни жена, ни дети в этой семье его уже не интересуют. Он отшибленным становится. Вот так влюбленность действует на мужика. И на женщину точно так же она действует. Но она с детьми остается со своими, но она не чувствует, что это его дети, того человека. И она думает, зачем он ходит к моим детям, если она бросила человека. Это мои дети, не твои уже. Все, останет от них. Такое у нее ощущение. То есть вообще меняется сознание у человека. Интересно. До этого были его дети, а тут вдруг не его стали. Вот. Мужчина, когда бросил, у него жар из сердца возникает. Ему там по барабану, что там было. И в это время этот жар привлекает других девушек. Причем интересно привлекает. Вот все, что он с женой не получал, он получает от другого человека. Допустим, он не чувствовал счастья с ней, а другого человека чувствует сразу очень много счастья. Он как бы говорит, вот, видишь, лекции не работают. Я тебя бросил, а сейчас у меня все. Ух, как хорошо! Столько счастья! Вот. Человек такой, так думает. Это только начало лета и нашей любви. Там все по плану идет. Первая стадия — сильное счастье. Привязывается мужик к этой женщине. У него возникает сильное наслаждение, а ее отвязывает от него в это время. Чем больше он ей наслаждается, тем тяжелее с ней жить. Ей с ним жить. Она постепенно отстывает от него, начинает гордиться собой. И потом... ПА-БАМ! Полетел. Классика жанра, мои хорошие. Классика жанра. И когда он полетел, дальше уже, естественно, сердце в клочья разорвано. Дальше все плохо. Если ты не раскаешься, не поймешь, что осечку у тебя жизнь дала, тогда дальше как бы нет будет, не будет у тебя счастья в жизни. Пойми, разберись всем, пытайся опять заново жить. Это одна тема. Есть еще другая тема, она редкая, но она тоже полезно было бы узнать. То есть одна тема, видите, люди рушат семьи из-за чего? Из-за того, что хочется кайфа, понимаете, больше, чем положено. Вот получил определенную влюбленность, какая-то была, вот тебе столько положено, и живи дальше. Настоящую любовь попытайся развить, она в тысячу раз лучше влюбленности. Настоящее счастье получишь, которое даже люди часто и не понимают, что такое бывает вообще. Настоящее счастье вот с этим именно человеком, который сейчас вообще кажется, что чужой. Это возможно. Бог держит не зря людей. Это возможно. Поверьте в Бога. В человека не верьте. Бог соединил, значит, так надо. Значит, будет счастье с ним. Обязательно. Допустим, у вас, девушка, вот со светлыми волосами, вы почувствуете, что человек очень честный. Честность вы почувствуете, полюбите в нем честность, счастье через это. У каждого человека счастье чувствует через что-то в человеке. Качество какое-то почувствуете. Сильное. Дальше. Итак, развод усугубляет судьбу. Это первое, что нужно знать. Второе. Развод приводит судьбу детей к более трудному сценарию. Потому что до этого у них было мама и папа, крыша была над головой. На самом деле, я когда спрашиваю людей, вы говорите, вы понимаете, вы чью судьбу-то разрушили, когда развелись? Они говорят, ну, мужа, наверное. Вы разрушили судьбу детей, мои хорошие. И поэтому оставаться надо ради детей. Потому что семья ради детей всегда создается. Ради вот тех детей, которые у вас живут, совместных, создаётся семья. Это их дом, не ваш. Вы две крыши у этого дома. И когда одна крыша улетает, остаётся только одна, обычно мать рядом только остаётся у детей, то это значит, что у них основа становится слабее в жизни. Потому что мужское начало является основой семьи. То есть это фундаментальные принципы, это правила жизни, всё идут через мужское начало. Если женщина остаётся без мужика, она начинает воспитывать детей. Дети уже не такие сильные, их уже труднее воспитать. В этом, конечно, случае может сильно помочь духовное сообщество. Если вы мужа потеряли, но при этом нашли веру, ищите веру в своё сообщество людей, которые бы помогли вам детей включить в правильную жизнь. И они там семью свою почувствуют в этой вере. То есть есть маленькая семья, есть большая. Люди, когда живут, работа дом, работа дом, им нужна маленькая семья. Но если человек имеет веру, то у него появляется большая семья. Вот это и есть более твёрдая позиция, потому что, когда хочется развестись, людей спасают старшие. Они советуют со старшими начинать, голова трезвеет, и всё сохраняется. Ну то есть, другими словами, без большой семьи очень сложно жить в мире. Вот эта вот жизнь, когда люди просто дерутся друг на друга, кричат, это называется жизнь невежеств. Когда люди не дерутся, не кричат, но у них много работы, они заняты целыми днями, у них есть какие-то общие интересы, они живут ради дома, ради денег, ради того, чтобы детей выучить. Это называется жизнь в страсти. А когда люди находят свою веру и начинают жить в духовной семье, получают образование духовное и укрепляют отношения чистыми и светлыми делами, называется жизнь в благости. Поняли разницу? Люди в невежестве всегда разрушают сердце семьи. Люди в страсти могут жить вместе, даже, но не будут чувствовать счастье долгое время. Могут сохранить иногда, очень редко семью, но они не будут счастье испытывать. Просто жить вместе и все. А люди в благости, они сохраняют семьи. И, ну, по крайней мере, даже если не сохраняют, они понимают, что произошло, и все больше и больше шансов у них сохранить, и в конце концов, они становятся очень тверды и в своих возможностях быть счастливыми в личной жизни. Значит, развод приводит к длительному стрессу или разрушению жизни второй половины. Иногда так бывает. Я видел случай, когда человека бросили, и он не смог жить дальше. Он уходит из жизни. Вот представьте, вы убили человека тем, что от него ушли. Какой результат с вашей жизнью будет нормально? А нет гарантий никаких. Вот что будет с человеком, которого вы бросили? Гарантий нет, вы не знаете. Может, у него начнется расколбас, там говорит. Очень сильное раскаяние нужно, сильная молитва, чтобы потом дальше как-то двигаться вперед. Итак, как избежать развода? Что делать развод? Мы с вами обсудили. Сколько он страдает? Одна девушка ко мне подошла, родственница, вернее, говорит. Слушай, я что-то не могу найти себе человека. Я говорю, ну вот смотри, ты как бы мужа-то бросила. Говорю, а он все еще тебя ждет? Она говорит, ну да. Я говорю, ну вот пока он ждет, как ты найдешь себе еще кого-то? А если найдешь, как ты с ним сможешь жить? Понимаете, да, о чем я говорю? Человек не может создать себе семью, все, он живет один и ждет. Что это значит? Значит, ты отвечаешь за это все. И как-то на чужих костях счастье не построишь. Вот представь, он страдает, а я счастлив, отлично. Бог это что, разрешит? Так, нет. Так и получилось, когда он успокоился, она с ним поговорила, успокоила его. Он успокоился как бы и понял, что мы не сможем вместе. Она нашла себе человека и живет с ним уже. Все. А до этого не могла. То есть, другими словами, когда ты даже развелся, ты все равно очень сильно зависишь от того человека, с которым жил до этого, от его судьбы. Твоя судьба сильно зависит. Если он не может восстановиться, если он болеет, если он страдает, то ты будешь также мучиться в личной жизни. Будешь испытывать страдания, потому что это его мучение на твоей совести. Такая вот вещь, кажется, бывает. Надо тоже это понимать. Теперь другая, следующая, дальше движемся вперед. Как избегать развода? В основном, семья, когда создалась, она уже идет к разводу. Вот то же самое, как, допустим, зубы чистишь, они все равно потом воняют. Да? Опять надо чистить, опять воняют. То есть почистил и навсегда род такой свежий, чистый. Такого нет, правда? Так и отношения в семье надо чистить, потому что семья это корыстная структура. Она не чистая по своей природе. Когда люди хотят наслаждаться друг другом, это корыстная система. Вот, допустим, если ты нашел себе духовного наставника, это бескорыстная система, она не идет к разрушению. Чем дальше общаешься, тем укрепляются больше отношения. К разрушению ничего не идет. Но семья это корыстная структура. Ты не к Богу хочешь идти с этим человеком, а хочешь балдеть в этом мире, наслаждаться рядом с ним. А это и означает трещина, понимаете? Вот в этом желании наслаждаться и возникает вонь. «Точно так же, когда я хочу кушать, я наслаждаюсь пищей, поэтому изо рта воняет потом. Точно так же, когда я хочу наслаждаться в семье, воняет от семьи. И поэтому человек должен очищать эти отношения с помощью служения человеку бескорыстного, заботы о нем, с помощью молитвы, с помощью служения другим людям, когда семья создалась, надо обо всех вокруг тоже стараться, заботиться. Это сильно помогает сохранить семью. И так далее. Другими словами, если вы просто живете просто так вместе, не раскаивайтесь, не прощайте, ничего не очищайте, а думайте, почему вот я его не понимаю, он мне? Может быть, мы чужие? Это то же самое, что, а что это у меня изо рта воняет? Может, мне зубы все повыдергивают? Чего это они гниют все время? Может, это не мои зубы? Давай повыдергиваю без зубов, потом вставлю и другие, может быть, мои будут. Смешное же мышление, правда? Точно так же, как семья создалась, семья, это твои зубы, это твой человек, все. Очисть его, чтоб не воняло, очисть своей любовью, пытайся чистые отношения с ним строить. А если чувствуешь, что все портится, значит, что это нормально, потому что всегда все портится у всех. Кого лучше становится? У всех все хуже становится в личной жизни. Почему? Потому что эгоистические отношения их надо очищать. Но если люди правильно живут, у них лучше становится все, потому что они работают над своими отношениями, трудятся, чистят зубки, значит, изо льта свежий запах идет, хороший. да? Что вы, девушка, хотели? Вы по этой теме? Ну? Первый раз, что ли, на лекции? Вы до этого не были? Не слушали меня никогда? А вы услышите сейчас мой ответ? Это же будет сурово. Вы первый раз пришли, меня еще не знают. А вдруг я что-нибудь узнаю, у вас увижу не то? А, да? Ну, дайте микрофончик. Не пугается, что-то хотелось пугать. Дайте микрофончик. Я думаю, что попал сюда не случайно. Конечно, я тоже сюда не случайно. Точно, мы вместе не случайно. Я так понимаю, что здесь я для того, чтобы помочь своему супругу. Нет, нет, себе помочь. Себе, да. Ну, слава богу. Вы сейчас говорили о разводе и так случилось, что в моей жизни был развод. Ну, что страшно? Не беспокойтесь. О своем сыне. Не беспокойтесь, все нормально у вашего сына. Это вот самое такое дорогое для меня. Все нормально у вашего сына. Все нормально. у вас же нормальный человек сейчас, да? Да. Ну, все, вопрос в чем? А вопрос в том, что даже страшно, что бывает, что все хорошо. Я вот так вот... О, правильно, вот это правильно. Вот это правильно. Вот. Не верьте, что всегда бывает все хорошо. Всегда молитесь за свою семью, чтобы все хорошо было и дальше. Работайте над отношениями. Вот. Раскайтесь в том, что вот вы сделали до этого. Вы сейчас из-за этого же хотели меня спросить? Олег Геннадьевич, я не могу сказать, что я бросила. Ну, вообще, как бы, не насказатель. Раскайтесь, и все будет хорошо. Вы же не просто так бросили. Он вас замучил, там столько было трудностей. Бог все видит, все нормально, не волнуйся. Все хорошо. Все, она успокоилась. Все хорошо. Ладно, движемся дальше. Спасибо вам за такую теплую встречу. Тоже очень прощен, так. Утре чувствую счастье. Итак, пытаемся сохранить семью. Что нужно, какие шаги. Сначала нужно понять, почему мы должны быть вместе, что значит человек, это моя судьба. Вот я об этом сейчас говорил. Ну, то есть, мы вот с женщиной диалог начали вести, незримый, что почему нам понять надо вместе, что мы вместе. Вроде бы, почти чужие, что-то вместе начали не поняться, чем жить. Ну, кажется, моя судьба. Вот надо сначала это понять. Когда принимаешь, все, хотя бы теоретически, это моя судьба. Богу очень нравится. Он думает, ну, разумный человек, супер, отлично. И уже, как бы, он, как бы, говорит, ну, почти что расписались. Ну, то есть, моя судьба, все, моя судьба. Штамп еще не поставлен в паспорте. Ну, этот человек, моя судьба. Это значит, что уже Бог, ты с Богом уже на согласовании этот вопрос уже, как бы, ты говоришь, я как бы врубился, все, я врубилась, это моя судьба, я поняла, что ты нас держишь вместе, все, я соглашаюсь с тобой, Бог, ты нас соединит, а? Нет, вот там дальше женщина за вами, да, у вас все хорошо, не воно. Может, Бог с вами еще заодно ведет, еще с кем, поднимите руку, с кем еще Бог неизлимый диалог ведет сейчас. Вот видите, сколько, ладно, я только инструмент просто, дай Бог, чтобы Господь дал мне возможность ему служить. Итак, вот смотрите, если я это понял, то дальше все по-другому будет. Вот я понял, я хочу жить с этим человеком, все, я решил, трудно, тяжело, неприятно, нет гарантий, но я решил очень сильная позиция. Ты, потому что решение это к кому направлено, к Богу, а не к человеку, понимаете? Вот он соединил меня, я решил все. Гарантий никаких нет, ни у кого, потому что погибнуть даже человек может в любой момент, ничего не знаем, что там дальше будет. Но я решил очень сильную позицию. Это решение несет удачу. Даже если вы такое решение приняли, вы уже начинаете чувствовать где опасность у близкого человека, где опасность вашей семейной жизни совместной, как предостеречь семью от измен, там и так далее. Решение такое приняли, все, удача на вашей стороне, началось правильное движение в нужную сторону. Дальше, следующий шаг, это правило, следует правилам развития любви. Какие есть этапы развития любви, надо четко знать. Первый этап, я принимаю человека таким, какой он есть. Вот он такой, у него есть такие недостатки, у него было такое прошлое, у него есть там такие-то шлейфы в виде детей и прошлых отношений. Я принимаю все, вот человека, какой есть. Все, все принимаю в нем. если вы мне сейчас скажете, а у меня Олег Геннадьевич такой хороший человек, он вообще никаких шлейфов, он идеальный вообще, ну суперный просто. Поднимите руку, кто так считает. Будьте крайне осторожны, крайне осторожны, потому что вы человека в этом случае с Богом путаете, это еще хуже. Будьте крайне осторожны, очень опасная ситуация, потому что можно потерять еще больше шансов даже, чем если ты в нем недостатки видишь, если ты его идеализируешь, думаешь, что нет недостатков, еще хуже даже. Вот. Нужно в этом случае не то, что искать недостатки, а просто больше молиться, думать о Боге, чтобы человек Богом не стал в твоей жизни, чтобы ты его не обожествлял, нужно молиться Богу, учиться и как бы понять, что всякое бывает, понять, что такое может быть, всякое может быть и просто доверять, что всякое может быть и спокойно жить, не слепнуть в отношениях, не слепнуть, не становиться слепой в отношениях. Какие правила развития любви? Первая стадия приняла. Один человек пришел, мой знакомый пришел к наставнику, говорит, я и это принял в жене уже, и это, и вообще, вот это вообще, как бы, я не хотел вообще такого, чтобы у женщины было вот моей, я никогда не поверил бы, что я бы с такой вообще мог жить, принял, живу теперь вот, даже несмотря на это. Больше того, я принял то, что я от нее, то, что хотел в жизни, ничего не получил вообще, то, что мне надо, ничего нет от нее, бесполезное в этом плане, принял. Я вам рассказываю реальную историю. И потом, дальше он говорит наставнику, а может мне отречься вообще? Человек, который говорит наставнику, а может мне отречься, потому что мне уже ничего и не надо? Я все принял, как бы, все. Ну что значит принял? Значит мне спокойно с ней стало, потому что меня ничего не растражает. Но и надежд никаких тоже нет. Вот я принял все. Может мне дальше в монастырь? И монастыр мне говорит, зачем тебе в монастырь? Самая настоящая счастливая семейная жизнь только начинается. Ты прошел первый устать. Иди назад жене, все будет хорошо. И с этого момента он начал замечать, что все лучше отношения, лучше, потому что, когда он принял, он начал замечать в ней вот эту божественную часть, которая идет от женщин. У каждой женщины есть божественная сила. Через каждую женщину действует, потому что так действует Бог. Он соединил людей, чтобы это божественное тоже показывать. Он начал видеть в ней чистоту, хорошую что-то видеть начал. и постепенно началось вот это вот чувство, вот это чистое, светлое чувство усиливаться. Начало в отношении, которое называется любовью уже настоящей. То есть вторая стадия это уважение. Начинаешь человека уважать, ты увидел в нем что-то хорошее уже, не только вот то, что тебя мучает, а уже как что-то такое в нем хорошее как бы. увидел. Ну разве мы, ну что же мы, случайные прохожие, пускай немного разные, но в общем-то похожие, обиды перемирятся, случайные, недавние, давай бросим мелочи, давай оставим главное. Главное божественно, это главное, ты увидел уже в человеке. И третья стадия это верность. Сила такая. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Ну то есть песня такая, мы знаем. Ну то есть это верить в тебя не означает, что я в Бога как бы перестал верить. Это означает, что есть такая сила в отношениях между сердцами идет такая сила, которая дает очень сильную поддержку в жизни, такую уверенность, что все будет хорошо. Ты чувствуешь, что не зря ты с этим человеком, не хочу бросать. На этой стадии только. Никогда не брошу и не хочу, и не буду. Потому что верю в тебя. То есть чувствую, что у нас семья наша очень важна, что мы вот с тобой вместе сдали экзамены как бы все жизни и так далее. Вот с этого момента начинается уже, уже экзамены все сданы, и начинается настоящая жизнь, семейная жизнь, семейные отношения. Но до этого момента надо дойти. Если ты не дошел, доходи. Все, этот путь обязательно приведет тебя к этому результату. То есть, чтобы избежать развода, надо правилам этим следовать. Первое правило, мой человек, все. Я не знаю точно сам, но просто так надо. Я так решил, потому что так надо. Так старшие говорят. Все, мой человек. Yes. Дальше, следующее. Начинаю. Раз мой, значит, если я в своем доме живу, значит, делаем капитальный ремонт. На съемной квартире капитальный ремонт не делаем, что в чужую квартиру деньги тратить? Моя квартира, мой дом, делаем что? Капитальный ремонт. Все, начинаем серьезно как бы вкладываться в отношения. Начинаю служить, заботиться, прощать, терпеть. Все, стараюсь. И он чувствует, что капитальный ремонт идет в отношении. Он тоже начинает понимать, что все не просто так. Уже начинает пересматривать, у него картинка меняется в отношении. В следующей стадии все приняла человека, пошли, расписались. Обычно в стадии принятия уже люди расписывают. Ну, спокойно, домой иду, скандала нет, чувствую, дома отдыхаю, не ругаюсь, значит, принял все. Дома не ругаюсь, можно расписаться. Ну, хоть, по крайней мере, ругаться, дома отдыхать хотя бы буду, и то хорошо уже, жизнь уже полегче. Следующий очень важный момент, который человек для того, чтобы сохранить семью, он должен сделать одно важное решение в своей жизни, что секс с человеком, с которым ты живешь, стоит ниже человека. Ну, то есть, секс с ним не обязательно. Вот, не обязательно, что у нас не будет получаться этого, или счастья от половых отношений, не будет, не обязательно, что это нужно в нашей жизни. Может быть, мы и без этого будем вполне счастливы. Понимаете? То есть, это не главное в отношении. Такое решение надо себе принять. Очень важный момент. Потому что, знаете, что этот момент у всех отваливается постепенно. Ну, то есть, не будет 100%, что у вас всю жизнь будет вот это вот счастье в этих отношениях. Оно заканчивается. В какой-то момент все заканчивается. Даже если мед самый вкусный есть, который тебе больше нравится, тоже надоедает. В какой-то момент. Все надоедает в этом мире, понимаете? Квартира самая лучшая квартира тоже надоедает. Курорт самый лучший есть, тоже надоедает. Все, приехал в третий раз, уже чуть не самый лучший. Уже все. Поэтому надо как-то понять, что это не самое главное в жизни. Потому что люди сильно на этом помешаны, как бы думают, о, вот все, это самое важное. нужно понять, что это не самое важное. Есть вещи, гораздо более, счастье больше приносят в жизни. Вот. Из этих пяти минут как бы всю жизнь портить. Лучше как-то принять другое решение в жизни. Ну и вот дальше уже, когда это все принял, вот эти все вот вехи прошел, то есть мы должны быть вместе, понять, почему мы должны быть вместе, человек — это моя судьба. Дальше правило, я движусь к любви настоящей, не хочу просто балдеть рядом с человеком, не надо развивать отношения, понять, что такое самопожертвование, что я должен отдать для него, чтобы благодарность пришла. Дальше следующий этап — это поставить эти высокие чувства к человеку выше, чем неизменные. То есть даже если вдруг неизменные ослабеют в нашей жизни или вообще как бы их не будет хорошего, ничего там, я все равно как бы остаюсь человеком, я не буду искать себе дальше вот этого балдежа, ну как бы выбор не буду делать в сторону там этих всех инстинктов, которые приносят большое счастье, а буду счастье к глубокому стремиться в отношениях. Ну и дальше, если ты все эти решения принял, смотри внимательно, смотри на человека, на себя, ищи те слабые звенья, где трещина, она есть обязательно у каждого человека в отношении, у каждой семьи есть небольшая трещина, ищите ее, смотрите, ищите, найдете, латайте дырочку, все, то есть лучше на этапе, когда все начинается, молитесь, смотрите, наблюдайте за близким человеком, за собой, что не так, куда меня потянуло, куда его потянуло, что-то не так развивается, никогда не оставляйтесь надолго не рядом, поехал в длительную командировку неблагоприятно, звоните ему, пишите, не отпускайте человека, не дайте ему там забыться в этой командировке, влечение к сладкой жизни есть у каждого человека в сердце, каждый человек подвержен этому, даже самый хороший, поэтому никогда не нужно терять контакт, не нужно